Открытие хосписа прошло без лишней торжественности, скорее носило рабочий характер. Ремонт и оснащение палеоактивной больницы обошлись бюджету в довольно крупную сумму – порядка 2,5 миллионов рублей. Но те, кто курировал возведение объекта, а это представители органов власти, депутатского корпуса, медицинской отрасли и строители, говорят, обеспечить достойное качество жизни неизлечимо больных важнее любых сумм. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Никакими деньгами нельзя измерить ту суть, которую будет нести этот объект. Жизнь человеческая, к сожалению, имеет свою логику, в том числе не только рождение, но и окончание жизни. Сделать комфортным этот период – это наша общая задача. И на будущее городской исполнительный комитет в своих действиях также будет всегда предавать значение именно такому социальному составляющему подготовки города к тысячелетию, да не только к тысячелетию, а в целом функционирование города. Это тот опыт, который мы должны дальше распространять и развивать. Хоспис больше напоминает большой и уютный дом. Условия приближены к домашним. Широкие коридоры, просторные палаты, большие окна. Во дворе уютная беседка и зона для прогулок. Здесь пациентам будет комфортно, тепло и, главное, не больно. Специфическая терапия будет включать в себя обесполивание, оккупирование тяжелых симптомов, психологическую помощь и духовную поддержку. Предусмотрены все условия для нормального ухода. У нас будут противопролежные матрасы, специальное устройство для передвижения пациентов, для их мытья. Также в штате будет пять врачей, терапевты, психиатры. Будут также и психологи, которые будут работать и с пациентами, и с их родственниками. Последний год, наверное, даже, может быть, полтора, финансирование шоу строго по графику, выделяли средства, как бы была большая забота со стороны руководителей. Мы все время посещали, курировали, смотрели. То есть, горисполком, горсовет ЦК Красовского Николая Васильевича, Кубовского Николая Сергеевича, УГЖКХ Башкова Николая Васильевича. Все городские начальники очень сильно ревниво относились к этому объекту. Необходимость в новом учреждении назрела давно. Сегодня в области проживают порядка 39,5 тысяч жителей с онкологическими заболеваниями. За первое полугодие 2018-го выявлено почти 3 тысячи новых случаев рака. Под патронажем выездной медицинской службы города находятся 80 человек. Хоспис рассчитан на 35 коек. Также здесь будет работать дневной стационар на 8 койко-мест. Продолжение следует...